козероги приветствую вас меня зовут его лехцер вы на моем канале и для вас я снимаю ваш второпрогноз на неделю вперед с 25 сентября по 1 октября 2023 года анализируем с вами предстоящую неделю делаем акценты на наиболее важных и значимых для вас событиях а помогут нам сегодня в этом таро за пределе и ленорман от эзры мандер поэтому с вами приступаем общей энергии недели предостережение и рекомендации от карт что же у вас здесь итак смотрите здесь ложится жрица десятка мечей и четверка мечей по этим арканом идет завершение для вас какого-то сложного процесса а именно то есть если была какая-то тайна которая вас тяготила или какая-то ситуация это знаете как обнародовать озвучить поставить в этом жирную точку и все и жить спокойно или допустим сама по себе ситуация где-то как раскрылась допустим человек который вам доверил эту тайну сам всего всем рассказал и для вас тоже как тяжкое бремя с плеч можно свободно выдохнуть и успокоиться опять же эти карты я сейчас хочу дотянуть просто прояснить один момент так двойка мечей единственное о чем они здесь могут говорить в негативном аспекте это если у вас есть женщина пожилая потому что по этим картам это человек который уже давно несет как тяжкое бремя своей жизни то есть давно и длительно болеет то к сожалению это знаете как может завершиться у человека жизненный цикл увы но должна предостеречь то есть это могут быть бабушки и прабабушки и так далее потому что еще раз повторюсь здесь женщина возрастная если смотреть в целом у вас может идти окончании каких-либо процессов сейчас буду объяснять например вам поставили неточный диагноз почему говорю не точно потому что обратила внимание одну колоду у вас семерка мечей как может быть скрытая или ложная информация то это как выявить наконец-то понять что же там происходит вам поставили точные диагнозы как следствие подвойки мечей это устранять эту ситуацию первое второй момент и если вдруг у вас на повестке дня стоял вопрос энергочисток то могу сказать это будет активный процесс которым вы будете заниматься не просто вам будут даваться эта ситуация но тем не менее знаете вода камень точить чего-то нужно начинать и на повестке дня будут у вас стоять такие задачи еще это может быть применение вашей жизни каких-либо эзотерических практик которые снимают вашу эмоциональную душевную может быть даже физическую боль то есть и вводят вас в состоянии гармонии и покоя если же просматривать эту триаду карт с точки зрения личной жизни и смотреть ее для тех кто у нас свободен то папажу монет это может идти знакомство с человеком с которым не обязательно может быть разница в возрасте но человек по двойке монет однозначно здесь двулики то есть глаза одну за глаза другое почему потому что эта карта показывает на потребительское отношение к вам на отсутствие каких-то искренних не муско чувства невозможно в большинстве своем изначально сразу моментально в человека влюбиться но тут нет искренности тут нет какой-то заинтересованности вас тут именно от чистой воды потребительства поэтому это знаете как ощущать это кожей чувствовать интуитивно и конечно же не дать развития этим этому общению этим взаимоотношениям то здесь будет поставлена . если мы будем смотреть ситуацию для тех кто у нас любовных треугольниках то по королю монет это вопрос ребром потому что же это желание стабильности вне зависимости от того какой стихии ваш партнер или ваша партнерша сама по себе карта король монет это я хочу стабильности заяви об этом потому что здесь идет желание положить конец тайным отношениям скрытым отношениям желание жить в состоянии покоя если смотреть ситуацию для тех кто у нас находится в стабильных союзах туз мечей это прояснение какой-то сокрытой информации которую мог от вас скрывать ваш партнер или партнерша или может вы носили тяжкий груз какое-то бремя какую-то тайну что-то человеку не говорили может быть чтобы его не обидеть не ранить но так сложатся обстоятельства что вам нужно будет донести эту информацию и вместе с тем для вас это знаете выдохнуть то есть облегчение потому что как показывают эти карты эта ситуация вас очень утомляла а теперь по аркану умеренность это находиться в состоянии зоны комфорта покоя и знаете такого эмоционального равновесия я сейчас посмотрю но девятка мечта вы будете переживать как на на этот реагирует ваша вторая половина семерка монет эта ситуация когда вы долго ждали но тем не менее шестерка чаш партнера вас поймет или поддержит в этой ситуации или портнерша если рассматривать триаду с точки зрения работы и заработка для тех кто у нас сейчас не работает и работать не может семерка мечей говорит о ситуации что будет тяжело и помимо всего прочего здесь нужно очень аккуратно относиться к каким-либо вложениям особенно если у вас есть какие-то сбережения почему потому что все предложения которые будут поступать на этой неделе там что-то приобрести во что-то вложиться с кем-то взаимодействовать они могут носить мошеннический характер поэтому желательно не принимать никаких поспешных решений потому что будете об этом сожалеет так здесь по картам идет потеря ресурсов потеря денег в плане заработка как мы видим с вами я не вижу здесь никакого скажем так посыла к новой работе то есть или к новому источнику дохода исключением является только те кто у нас являются эзотериками то есть у вас здесь может быть действительно большой и сложный объем работ и еще по этим картам но если может быть вы такситермист и делаете знаете там на заказ чучело животных вот тогда у вас работа идет работа кипит так ну еще еще в таком вот ключе если вы патологоанатом с большим стажем то здесь если смотреть это вы можете каким-то образом на там вас могут пригласить на начитку лекции или там как ситуация когда вы делитесь опытом потому что видите здесь и рыцарь жезлов это как приглашение что-то озвучить прокомментировать поделиться то есть но это может быть как разовый заработок и не более того если мы будем смотреть ситуацию для тех кто у нас является соискателем то здесь по королеве мечей это обращаться за протекцией за помощью за взаимодействием к женщине воздушной стихии весы близнецы или водолей потому что здесь если вы будете самостоятельно пытаться это к сожалению увенчается успехом то есть это будет ситуация отказов это будет ситуация простое если анализировать неделю для тех кто у нас является наемным сотрудником то вот здесь по аркану справедливость может быть для вас сложная ситуация объясню почему первое для некоторых это может быть незапланированная проверка которая или велась в отношении вас и вашей деятельности вашего объема работ и по итогам этой проверки может пройти увольнение это в худший сценарий второй момент это если вы может хранили какую-то тайну предприятия там коммерческую тайну юридическую тайну ее огласили это тоже для вас повлечет какие-то штрафные санкции и прочие моменты вы можете разругаться с руководством с коллегами и так далее и единственный скажем так положительный момент о чем говорит здесь этот ряда это если вы у вас больничный лист или вы в отпуске потому что здесь видите нет взаимодействия нет работ то в этом случае по аркану справедливость это будут выплаты которые вам положены то есть материальная помощь или там больничный лист больничные может быть какие-то премии бонусы но единственное что по аркану жрица вы не будете знать в каком объеме вам это будет выплачено так смотрим ситуацию для тех кто у нас является владельцем собственного бизнеса вот здесь двойка монет четко говорит о ситуации или желание перейти может быть новый спектр услуг или новую группу товаров зависимости от того какого у вас бизнес потому что все вы разные или же даже может быть такая ситуация вы текущий бизнес продаете и уходите в новое русло потому что карты показывают что то чем вы сейчас занимаетесь она может быть непродуктивно и не давать тот выхлоп тот доход на который вы рассчитываете по состоянию здоровья если смотреть по картам смотрите жрица это скрытые десятка мечей четверка мечей это более в опорно-двигательном аппарате в частности спина суставы и колесница это подтверждает в особенности если у вас ранее были переломы трещины и ушибы там или смещение дисков позвоночного столба то эта неделя может так сказать дать вам это прочувствовать поэтому при малейших недомоганиях вы не занимаетесь самолечением обращайтесь узкопрофильным специалистам чтобы устранить эту проблему либо может провести ряд профилактических мер чтобы вам стало лучше смотрим ситуацию с точки зрения предостережения пятерка жезлов тройка мечей и отшельник но это сама по себе ситуация знаете говорю борьба в которой проиграли потому что пятерка жезлов борьба тройка мечей отшельник то есть если мы будем рассматривать с точки зрения деструктивных программ могу сказать то по вам эффективно поработают и как следствие нужно будет заниматься вопросами чистых но еще раз повторюсь это в большей степени касается эзотериков либо ну это единичный процент людей то есть не нужно это сразу информацию примерять на себя далее здесь это может быть просто какие-то спорные вопросы конфликты которые приведут вас или к потере работы как я говорила или к разладу в коллективе с руководством это знаете быть чужим среди своих потому что отшельник это сам по себе еще для некоторых это может быть в зависимости понятно у всех же разные специальности ситуация когда вас преждевременно отправляют на пенсию и как бы вы не держались не старались держаться за это место но увы и конечно же самая первая триада извините но у нас же состоит из светлых и черных полос не нужно мне писать там принимая информацию не принимаю поймите я озвучиваю то что идет по картам если у нас все в жизни было бы идеально расклады наторов принципе были бы не нужны поэтому всегда воспринимайте информацию объективно адекватно это не значит что это будет касаться именно вас или я вас пытаюсь настроить на негатив нет но есть такая позиция предупрежден значит вооружен и так вот у тех у кого пожилая женщина длительный период болела смотрите пятерка жезлов тройка мечей отшельника то есть увы но здесь действительно может быть уход этого человека смотрим с вами вопрос рекомендации итак десятка монет говорит о ситуации в первую очередь это акцент на близких на семью на ваших родственников то есть окружить заботой теплом поддержкой может быть помочь финансами далее эта карта которая говорит о укреплении взаимоотношений с вашими близкими людьми то есть ваш супруг супруга ваши родственники то есть стараться сгладить острые углы если думать масштабно в рамках больших коллективов потому что это у нас все таки тоже карта структуры то здесь это все-таки соблюдать нормы и каноны структуры предприятия фирмы организации в которой вы находитесь то есть не перегибать палку иначе для вас действительно это знаете как если пойти против всех вы просто потеряете место в этом коллективе в этой нише смотрим с вами неожиданность периодом что же у вас здесь змея сад мужчина и здесь у нас падает карта письмо змея сад мужчина это все-таки действительно здесь ситуация когда что-то будет предано огласке какая-то информация причем это как опять же с подачи с посыла мужчины причем видите письмо это может быть донос это может быть какая-то кляуза это может быть в принципе может вы знаете как и станете невольным свидетелем или оглашение какой-то информации но по принципу вы не спрятали какой-то документ письмо или может там на sms sms пришло на телефон и у вас телефон там лежал включенным кто-то это прочел потому что здесь оглашение информации которая не прозначалась остальным то есть для вас это конечно видите вот здесь падает нас карта собака ребенок и падает карта звезды это не преднамеренно это не специально то что вы хотели взять и кому-то там навредить но как показывают арканы здесь действительно может открыться многое и еще змея сад и мужчина это проявление мудрости в общении с коллективами с массами почему потому что здесь конечно же оставаться самим собой не изменяя себе не поддаваясь под чьё-то влияние но и вместе с тем это не пытаться нести какие-то реформы революции или что-то вменять в какую-то структуру в коллективе потому что в данном случае это может сыграть против вас неделя непростая безусловно вы видите это сами но моя задача закрыть ее таковым образом чтобы вся информация ушла скажем так только в позитив а для вас отыгралась в благоприятном ключе поэтому я так и закрою положительными арканами но вы пожалуйста по прошествии периода дайте знать напишите мне как она для вас отозвалась отыгралась по факту буду вам признательна за обратную связь за коммуникацию благодарю каждого из вас за ваши лайки донаты подписки за ваши комментарии это все позволяет по движению канала позволяет его скажем так предоставить новый целевой аудитории я с вами не прощаюсь до новых встреч